Друзья, привет! Еду на рыбалку. Еду один. Мишу отвез в церковь, завез с Татьяной. Пошли. Там у Миши мероприятия, там репетиции. Но я вам позже покажу. Будет выступать, покажу вам. Он сам выбрал, говорит, схожу я сегодня в церковь, на рыбалку не поеду. Но я на рыбалку. Погода сегодня, скажу вам, сейчас снег закончился. Я так вот сейчас мело только что. Мело, снег такой хороший. Ну не знаю, еду проверить донки. Сейчас здесь проверю донки свои. Ставил дня три назад стоят уже, не проверял. А карасик оставил их на живца и на червячка. Посмотрим, попало что нет. Ну и посижу где-нибудь, а то поищу местечко. Может к народу пойду, там где сидит. Может все куда, поищем. Если рыбалка стоится, то вы все это увидите. Ну и все, ребят, давайте уже увидимся на речке. Я уже, в принципе, приехал, паркуюсь. Снега много, надо где-то еще запарковаться. Ну что, вот я на речке. Давайте-ка сначала проверим донки. Вот здесь у меня стоят девять донок. Одну я оборвал. Зацепил из-за корягу, проверял. Ну надеюсь, что поймаем. Не поймаю, значит, пойду. Возможно, может пойду туда, посмотрите на роды сколько. Вот там обычно сидят, густерку полавливают в тех местах. Может быть рвану туда, а может где-то здесь поищу. Посмотрим. Ну пока давайте проверим донки. Будет, покажу, не будет. Значит, пойдемте дальше. Даже четвертую донку проверяю. Было пусто. А вот на это, по-моему, даже какая-то рыба есть. О, ребят, что-то есть. Хорошая. Хорошая, в лунку влезет. Долбить-то тяжело. Здесь вот уже обдолбил. Это и есть, хорошая, сопротивляется. Ух ты, не идет в лунку, ребят. В лунку не идет. Просто долбить как-то. Как лед. Мерзло. Давай, иди. Ага, вот там, Март. Не идет, ребят, в лунку. Надо убить. Ух ты, утягивает. Боюсь резку не перегрубить. Руки задубели. Выйди, иди. Не идет, ребят. Что ж там такое? Налим. Налим, я его почуял. Есть, ребят. Есть налим все-таки. Я его взял, ребят, смотрите. Фу, хорошенький. Руки-то задубели как. Ох, смотрите какой. Кузатый. Хороший. Все-таки есть здесь, ребят, налим. Значит, надо ставить здесь донки еще. Фу. Пойду руки отогревать, ребят. Не могу уже. Адубели. Ну, а так вот, смотри, какой красавец. Гляньте на него. Ох. К рождеству-то он нам. Подарок такой. Вкуснейший. Как змей, да, ребят? Налим. Вот такая вот рыба у нас водится в оке. Все, надеюсь на них попасть. Ну, никак не попадаю. Хочу проверим остальные. Покорейю руки сначала. Последнюю донку проверяю. Похоже, что-то как будто бы и есть. Не пойму пока. Замерзла хорошо. Лед весь замерз. Не, непонятно. А, нет, что-то? Ого, ребят. Смотри, ты попался. Маленький судачок. Дочок или бершик? Бершик. Но, ребят, он заглотил. Мне придется его забрать. На червячка попался. Маленький, жалко. Бершик. Бершик. Такого, конечно, я отпустил. Не знаю, попробую цепить еще. Там вроде можно цепить. Аккуратно. Сейчас быстренько пойду цеплю. Чем-нибудь. Бершик. Судачок маленький. Ну, вот такой, ребят. Больше пока ничего. Ладно, давайте поломим теперь на уточке. Отцепил я аккуратненько этого красавца. Давайте, ребята, его лучше отпустим. Так, давай-ка плывем. Эта булунка у нас с тобой. Давай-давай, находим его. Все, поплыл. Поплыл. Да, ребят, поплыл. Пусть плывет. Такой маленький, что и забирать. Ну что, ребят, надо половить теперь здесь. Во береге попробовать. Может, дальше пойду, посмотрим. Ну что, ребят, бегаю по речке. Желунок 10 пробурил. И вот такая мне попалась. В этом месте. Не знаю, будет плывать. Нет, я проверю. А я как ловлю. У меня вот так идет мормышка вот такая большая. Червяка нацепит. Как бы поводок она идет. На поводке. И отдельно идет поводок вот такой крючок. Хочу себя так половить. Таким образом. Ну, в принципе, поклевки есть. Вот пока вот поймал маленькую. Так, поводок как бы идет. Взял большую, забрать. Просто хорошо с такой большой мормышкой. Глубину хорошо находить. Раз, раз, глубину нашел. Она тяжеленькая. И поводок, маленький крючок. Ух ты, ребят, что-то было хорошее. Есть. А жру из рук вальтило толком. Представляете, как вообще-то. Большая вот. Толк. Не, нормальная. Носушечка тут такая. И тут рыбка как в аквариуме. Вода под снегом. Здесь еще не так сильно. А вот сейчас прошелся ближе к берегу. Вообще водища под снегом. Лед, кстати, не толстый. Посмотрите. Видно вам, где он кончается? Не толстый. Я думал, здесь лед хороший. Снега очень-очень много. Рыбаков, посмотри, сколько. Здесь, кламнящие-то, я рядом. Ох, рыбаков, сколько. Не знаю, ловится. Нет. Но тут кого как. Как пойдешь. Видите, какая хорошая. Просто красавица серебристая. Так уж приятно ловить. Так что есть рыбка здесь, ребят. Перепроверить. Может, там уже подъело мотыля. Поклевок много было. Ручки есть маленькие. Что-то есть, ребят. Что-то есть. Что-то кого-то тащу. Небольшую. Вот она. Вот она и поклевывает, наверное, небольшая. Небольшая. Серебристая. Есть, только где-то очень далеко я подсек. Ребят, смотрите. Я тебя Рубина поймал. Смотрите, на какую поймал. Выглядит на червяка. Или это что-то. Ты кто у нас? Лещ невиданный. Не густерку поймал. Две рыбехи, оказывается, цельвет. Их. И вот такая. Их. Что-то совсем маленькая. Вот такой улов мне сегодня удалось поймать. Вот такой красавчик налимчик. Сейчас мы как раз его и приготовим. Сегодня у нас у бабушки день рождения. У моей тещи. И мы как раз его и сделаем. Вот такой подарок тещи. Смотрите, какой красивый монстр. Ну что, ребят, давайте-ка его готовить. Ну, а это почищу, пока уберу в морозилку. А так, красавица такой, пузатенький. Сменяю сегодня налим с картошечкой. А Татьяна здесь что-то у нас много всего делает. Смотрите, какие делают Рафаэлки. Рафаэл, орешки там как положено внутри. Татьяна, расскажи, что там у тебя за такое. На начинку идет желток. Немножко твердого сыра. Плавленый сыр. Вот такой вот я уже отрезала. Крабовые палочки. Это на обсыпку. Делаем вот такое. А чеснок у нас у тебя до другого. Чеснок тоже вот в эту начинку идет. Перемешиваем. Чуть-чуть немножко майонезику или сметанки, чтобы вот размешать. Вот. Добавляем туда, внутрь. Пол орешка? Убежал. Пол орешка? Да, можно цел, можно половинку. Орешек вот так вот. Катаем шарик. Смотрится, конечно, интересно. Надо будет попробовать потом. Обваливаем его. Типа в этом каково. Типа кокосовые стружки. Да, типа кокосовая стружка. Ну, и конец, смотри. Вот такая вот штучка. Ага. Так же, бабки, сегодня гуляем, да? Твой день рождения. О, чай не закипел, я выключаю. Сейчас будем пить чай. Ну, я скоро буду готовить нашего аналимчика. А ты что-то еще будешь делать, да? Ну, салат Цезарь собралась сделать. И опять ананасы детям очень понравились. Дети мои тоже понравились, мне, кстати. Все, будем есть. Ананас. Ананасы. А ананас остался? Все есть. Понял. Ну что, друзья, давайте приготовим нашего аналимчика. Смотрите, какой красавец. Кстати, вот эти два кусочка, это икра и печень. Посмотрите, какая красота. Вот такой попался нам аналимчик. Я уже его посолил и посыпал приправой для рыбы. Он уже очень-очень вкусно пахнет и выглядит аппетитно. Посмотрите, какой, такой как дракон. Так, ребят, делаем дальше. Здесь у нас форма. Масса подсолнечного я налил. Отдельно сделал лук и морковку, вот так. И порезал уже картошку. Картошку порезал, добавил сюда сразу соли, все перемешал. И приправы также немножко посыпал для рыбы. Так, и теперь делаем вот таким образом. На дно укладываем картошку. Раскладываем ее. Хочу сегодня сделать вот таким образом. Так, рассчитываем уже по количеству картошки. Примерно вот так сделали. Также сюда положим морковку с луком. Морковку с луком я не солил. Потому что мне так здесь соли уже везде хватает. И так все просолится. Так, вот так вот второй слой у нас примерно будет. Все, с этим у нас тоже хватит. Теперь, ребят, поместим сюда нашего... Опа! Он уже у нас как живой прыгает. На лимчика вот таким образом. Он будет, когда жарится, будет готовиться. Ну, как бы запекаться. Маленько бы его вот так. Так, и он будет пускать свой сок еще этой картошки. И она будет картошкой еще вкусней. Так, вот так поместим и корочку нашу. Мы тебе не налим, ты попался. Так, и печень положим вот сюда. А остатком картошки также вот так все дело закроем. Просто у нас сегодня тут как бы и гости будут. К бабушке придут еще подруги, баблида. Поэтому... И не только баблида. Поэтому надо маленько побольше сделать. Чтобы нам хватило покушать. Так, вот так вот картошку сейчас выложу. Даже, наверное, наговатой картошки сделал для этого противня. Ну, и ладно. Поместим, пропекется. Сейчас закрою это фольгой все. И уберу уже в духовку. Ну, я думаю, на часик, наверное, я уберу, не меньше. Бывало, я минут 40 хватал. Но картошки здесь много. Поэтому придется подольше. А запах, знаете, какой от этой приправы. Мне вообще неплохой такой запах. Вот так. Да и можно прямо на налимчик положить чуть-чуть. Все, ребят. Вот и все. И убираем в духовку. Но надо закрыть фольгой еще сверху. Уже, ребят, аппетитно выглядит. Ну, а сверху просто закрываем фольгой. Отмерили. Цепили. И оторвали. Все, закрываем. Хорошенько. Закрываем, чтобы лучше запекалось. Еще вот так, когда вы закрываете уголки, лучше так как бы маленько так загнуть. Я заметил, так лучше загибается. Натяжка маленько идет. Как бы уголок так заворачивает чуть-чуть чуть-чуть. И все. Все, ребят. Убираем в духовочку. Готовится. Ну что, друзья, наливчик сготовился. Посмотри, какая красота получилась. Я уже попробовал. Я вам скажу, вкусно. Получилось очень вкусно. У нас сегодня вот такой стол. У бабушки, у моей тещи день рождения. Опять мой любимый салат с ананасом. Я люблю его. Бутуброды вот такие вкусные. Скумбрия. Под шубой селедочка. Ну и вот эти шарики я вам показывал. Рафаэла типа того. Тоже попробовал я уже. Ну прикольная штука. Так, знаете, необычно. Так получается. Ну и все, ребят. На приятного аппетита. Будем кушать. Бабушкин день рождения. Встречать. Или праздновать, вернее. Новый год встречают, наверное. Вот, не надо. Самое главное здоровье. Точно. Это точно. Будь здоровье и все остальное. Правильно, тетя Натя. Это самое главное. Самое главное здоровье. Ну давай, бабушки, будьте здоровы. А я попробую. Я уже пробовал. Я скажу, вкуснятина. Просто вкуснятина. Картошка пропиталась вот этим наливимым соком. Да. Такая вкуснятина получилась. А Миша будет масло. Ставь, ставь. Бульон. Это не масло, это винный бульон. Зря не ешь. Самое вкуснятина. А икра вот эта. Икра-то понравилась? Да. Больше еще икру? Да. Держите. О, рубай ее. И Петя, кстати, тоже очень вкусная. А рыба не понравилась, да? Только икру. Жестковата. Жестковата. Ну, налим такой он. Не, мне нравится налим. Главное, он затушился хорошо в духовке. Я сейчас уже пробовал. Я помню, Вовка у меня. Знаешь, сколько он много? По целому тоже налим. Нарима, блин, я пока не как... Вы двойняшки, вот вам в ночь есть. Подарки. Два одинаковых подарка, только цветы разные. Вот вам к такому прийти. Наримка, ладно, да. Ой, башка налит. Тухонька. Вот такой вот плед. И вот такой вот плед. О, какие подарки. Бай, бай, бай. Ну, все, разберутся, бабушка, подари. Аж какой тебе цвет лучше нравится. Да, бабушка, сами выберите цвета, какие вам нравятся. Коричневый. Два пледа. Ну, все. Нам сказали, пусть будут пледы. Пасу на один и тот же, но цвета разные. Пусть они выберут. Все, приятного аппетита. Не, вот так классно картошка. Нарима мне понравилась. Нормально, тетя Натя, как получилось? Нормально. Я говорю, вот так вот она пропитывается. Классно. Все, давайте, башки. Бабушка сказала, надо показать копилку. Ставила, и все. Поправи ее. Поправи ее, видишь? Это для гостей. Для гостей такая копилка. Пришел гость, говорит, что он положит туда денежку. Ой. Еще? Ну, а хочешь. Если тебе понравилось, ты можешь еще ложить. Чуть ее надо подправить, она бывает. По дуном ходит. Держу. Вернила бы ее, это, да, повернула бы ей, так, так. Как мышка, это самое попадает в этот пятачок. Смотри, пятачок. Вот так вот и хавает. Башка. А, мимо, что-то. Не получилось, у меня. Она крутила. Опять что-то. Давай рубль, Башка. Рубль. Я так, наверное, много. Все кушай, все кушай для лапы. Чего они травили, все кушай. Специальные для гостей. Гости пришли, развлекаются, и мы с полной копилкой денег. Да? Да. Класс. Класс. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова